Мил Кюмян Эдингер И за четвертым Эдингер Татьяна Иригорьевна Как вы познакомились? Обыкновенно Мы познакомились на дне рождения одного из музыкантов В моей группе Вы тогда уже были королевой? Нет А где вы работали? Я работала в мебельном салоне Боже мой, это просто Джулия Робертс Один в один Мебельный салон, в расы королева Кто вас привел в этот бизнес? Ну можно сказать Муж привел Сначала у нас была такая длительная беседа Мы хотели, так сказать, определить Чем же хочет Таня заниматься И после долгого разговора Вы ее решили отправить в Красавицу, да? Да Ну не в Красавицу, а именно в модельный бизнес тогда О роли королевы красоты не было речи Таня хотел стать манекенщицей И я постарался ей помочь просто в этом Татьяна Это правда, что девушки, которые занимаются этой работой Этой, так сказать, новоднительностью Не всегда имеют, ну так, прямо скажем Не очень высокий моральный облик Или я не прав? Правый На самом деле есть, но это все зависит от человека Чем он хочет заниматься, своей любимой профессией Или искать из этого свои какие-то личные выгоды Ну вы же понимаете, что мир, так сказать, высокой моды И мир моделей, мир манекенщиц, он же такой мир Связанный с красивыми мужчинами, с богатыми мужчинами, с хорошими возможностями Вы... Конечно, это прекрасно, это очень романтично Но все-таки, как вы отбиваетесь от, так сказать, вот этих предложений богатых людей, красивых людей Как? Или вы их отбиваете? Нет, вы знаете, мы вообще-то... Когда мы, так сказать, ожидали, что к Тане будут, так сказать, направлены очень многие предложения такого рода И мы совместно, так сказать, проработали тактику, так называемого, вежливого отказа Дело в том, что, как правило, предложения такого рода идут или от очень известных людей Или от людей, находящихся очень высоко в бизнесе И с ними в конфликты лучше не вступать, потому что вы знаете сами, чем это чревато Конечно Вот И надо определенным образом уходить от этого, чтобы не оставлять им никаких надежд И в то же время не задевать их самолюбие Вот их больного самолюбие зачастую Кто содержит вашу семью? Ну, мы содержим ее совместно, но, конечно, льви начали с доходов приходится на там То есть, добытчик в семье Татьяна? Ну, в принципе, да А как муж относится к тому, что жена зарабатывает больше? Положительно Моя семья! У вас очень красивая жена, и как бы известно, что за все, за все, как бы хорошие стороны жизни люди обычно платят Чем вы платите за это? Терпение Как, скажем, сексуальные партнеры, вы допускаете какую-то свободу определенную? Или у вас традиционный брак, который предполагает, что вы как бы не изменяете друг другу? А, свобода в каком смысле? Ну, иногда я сплю с гитарой Ну, вы думаете, что... Ну, если она вышла за меня замуж, то зачем еще кто-то? Точно так же, как и мне Ревнуете вашу жену? Честно? Нет Спрашивайте Пока нет кому О-о-о-о! А-та-та-да! Я хотела спросить нежного супруга Во-первых, сколько лет они в браке? Два с половиной года Два с половиной года? Ну, я тоже всем могу Даже первого критического срока они не достигли Существует у актеров на сцене ревность Со временем у вас тоже может возникнуть ревность К тому пьедесталу, на котором находится ваша жена Я думаю, нет Если бы у меня были какие-нибудь претензии на тот же пьедестал Может быть, я ревновал бы, но я совсем в другой области Я бы хотел попросить вас, уважаемая Татьяна Пожалуйста, приведите примеры Представания к вам каких-нибудь знаменитых людей А я имена назвать не могу Имена не надо Бывают же такие вот моменты, когда Как бы звезды снисходят с небес Короли опускаются Чуть там пониже И пытаются Окружить себя прекрасными девушками Это выдумка или нет? Нет, это не выдумка Нет, предложения, конечно, поступали И от бизнесменов И от певца тоже Что дальше было? Как? Вежливо отказ Я очень хочу обратить внимание просто публике Наших соседей, наших гостей На то, что сидят Адам и Ева Люди, которых вместо яблок их серый москвич 21-41 А вместо змея кто? Вместо кого? Змея, вместо змея У них еще пока не появился Адельный бизнес Нет, нет, нет Вы знаете, я думаю, что Я думаю, что мужчине Всегда надо запомнить одну фразу Адаму и Еве Еве бизнесмены не страшны Хочет ли она иметь детей? Планируют они в ближайшее время их иметь И все остальное Я обычный нормальный человек И поэтому я хочу иметь детей И минимум двоих Адаму и Ева